Новую звезду Тутберидзе засудили в угоду Валиевой. Софья Акатьева не должна была проигрывать Камиле Валиевой. Юниорка из «Хрустального» блестяще исполнила произвольную программу с двумя квадами, но осталась второй приупавшей соперница. Интрига на первом этапе российского Гран-при закрутилась нешуточная. Во второй день соревнований выясняли между собой, кто сильнее, две яркие ученицы Этери Тутберидзе. Камила Валиева смогла преодолеть себя и вышла на лед в мегаспорте с резонансной программой о допинговом скандале на Олимпиаде, а Софья Акатьева пыталась реабилитироваться за неудачу в короткой программе. И юная воспитанница «Хрустального» с блеском справилась с этой задачей, исполнив два четверных прыжка и тройной аксель. Как жаль, что этого оказалось недостаточно для победы. Неожиданно Соня проиграла упавшей Камиле, которая и вовсе осталась без ультра-си. Акатьева устроила фурор с двумя четверными. После короткой программы на Акатьеву было больно смотреть. Юная звездочка Этери Тутберидзе не справилась с тройным акселем и очень расстроилась. Выходя со льда, фигуристка едва сдерживала слезы и слушала жесткую, но справедливую критику тренера, долго восстанавливая дыхание. К счастью, Этери Георгиевна быстро смогла успокоить подопечную, благодаря чему Соня заметно повеселела. К произвольной программе Акатьева подошла в совершенно другом настроении. С первых же аккордов стало понятно, что сейчас начнется магия, и так оно и было. Великолепный тройной аксель, каскад из четверного и двойного тулупов и сольный квад-тулуп, от такого зрелища на глаза наворачиваются слезы. Вот уж точно добро пожаловать на землю, Софья. Этот баннер от поклонников фигуристки как нельзя лучше описывал ситуацию. У бортика спортсменку встречал Сергей Дудаков, так как Этери Тутберидзе готовила к выходу Камилу Валиеву. Наставник был привычно немногословен, но по нему было видно, что он невероятно горд своей ученицей. И это вполне заслуженно. Фигуристка набрала 163,98 балла за произвольную программу. В сумме, 236,68. Сложная задача стояла в мегаспорте и перед Камилой Валиевой. Фигуристка впервые презентовала нашумевшую постановку о допинговом скандале на Олимпиаде в соревновательном формате. Спортсменка и ее тренерский штаб пошли на принцип и не стали отказываться от произвольной программы, которую за рубежом назвали провокационной. Иностранные болельщики и специалисты были не в восторге от идеи Валиевой напомнить чиновникам, чего ей стоила массовая травля в Пекине, однако для Камилы возможность поделиться своими эмоциями была крайне важна. В произвольной программе я рассказываю свою историю. И может быть, внешне уже все нормально, но внутренне она останется в любом случае. Ты снимаешь в процессе программы один свой слой и показываешь, говорила фигуристка. В России восхитились смелостью и стойкостью ученицы Этери Тутберидзе и тепло поддержали ее. Именно это и придало Камиле сил, чтобы совершить новый подвиг на московском льду. Фигуристка планировала начать выступление с четверного тулупа, но произошло падение, единственное для нее. Все остальные прыжки Валиевой исполнилось присущей ей грациозностью. В этот прокат спортсменка вложила все свои чувства, удивительная комбинация техники, артистизма и пластики не оставила судей равнодушными. Те поставили Камиле невероятные оценки, 160,74 баллов, за произвольную программу. Всего она набрала, 244,66 и выиграла турнир. Радости спортсменки не было предела, тем не менее ложкой дегтя в бочке меда стало ощущение, что арбитры засудили Акатьеву в угоду Валиевой. Новая звезда Тутберидзе буквально произвела фурор, прыгнув два квада, один из них в каскаде, и тройной аксель. Не забываем про попытку Трикселя в короткой программе. Но все равно уступила Камиле около восьми баллов. Протоколы показали, что арбитры обнаружили у Акатьевой два недокрута, хотя один из них, всего на четверть. Впрочем, Валиева тоже недокрутила единственный неудачный четверной тулуп. Вопросов к судейству на этом этапе грант пристановится все больше. Камила Валиева честно поговорила с журналистами, местами резко отреагировав на вопросы. Камила Валиева произвела огромный фурор на контрольных прокатах, показав программу по мотивам своей олимпийской драмы. Реакция публики была совершенно полярная. Кто-то был в восторге от смелости девушки, а кто-то раскритиковал саму идею такой постановки в пух и прах. Но ни Валиеву, ни ее тренеров эмоциональная реакция общественности не заставила сойти с намеченного курса. Да она и не может заставить, как призналась сама Камила. Девушка ответила на хейт своей программы, честно, и местами резко отреагировав на вопросы журналистов. Приводим полный разговор Валиевой со СМИ после победы на первом этапе Гран-при России. Камила, расскажите, почему вы решили убрать вставку с новостями из программы? Убрали на время, не волнуйтесь, вернем. Это ни с чем не связано, так решили сделать вместе с тренерами на какое-то время. Просто нужно было. Насколько вы довольны сегодняшним прокатом? Что получилось лучше всего? После любого проката я не могу сказать, что мне все нравится. Тут были какие-то моменты, это уже тренеры мне расскажут, что у меня получилось, а что нет, так как, когда я катаюсь, я не могу точно сказать. Я в принципе рада, что зашла на четверной тулуп, это было очень волнительно, будто я вообще в первый раз прыгаю. Не получилось в прокате, но ничего страшного. Будем работать. Не было ли мысли не рисковать с тулупом? Нет, что вы. Наоборот, я очень сильно хотела сделать этот прыжок, поэтому не получилось. На контрольных прокатах вы говорили, что было эмоционально тяжело катать эту программу. Как было сейчас. Я говорила не что мне плохо и тяжело катать эту программу, просто это нахлынуло. Мне было нормально. Я просто читала много хейта в свою сторону, в сторону тренеров. Ладно, оставим этот вопрос. Сейчас было нормально. Понятно, что в первый раз тяжелее вообще любую программу катать, ты ее будто в первый раз проживаешь. А когда уже накатываешь, становится спокойнее. Ты все равно выдаешь эмоции, но становишься спокойнее. Я рада поделиться этим. То есть вы готовы катать эту программу весь сезон? Конечно. Слушайте, если бы я была не готова, я бы сказала. Камила, а мнение болельщиков может поменять программу? Нет, вообще нет. Мне важно мнение только моих тренеров и окружающих меня людей, которые для меня авторитетнее. Я не цветочек, чтобы всем нравиться. И то цветочки не всем нравятся. Как дальше будет идти подготовка у вас? Потихоньку хочу начать восстанавливать тройной аксель и четверной с альхов, потихоньку идти к своей форме. В Казани посмотрим, какой контент будет. Хочу много, но надо опять-таки идти осторожно. Вы из Олимпийской тройки осталась одна из тех, кто соревнуется. Нет в этом чего-то непривычного. Четыре года я катаюсь в группе Этери Георгиевны, все равно ты же катаешься для себя. Выходишь на лед на тренировки, занимаешься отдельно, все для себя. Поэтому для меня не было какой-то разницы, есть кто-то, нет кого-то. Есть супер, нет что поделать.